Снова здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами по-прежнему я, Алексей, и я продолжаю играть в Турист Бас Симулятор. В общем, ребята, в прошлой серии, как вы помните, мы приобрели квартирку, вот в эту, в которой я сейчас нахожусь. Просто голые стены, какие-то облесшие жалюзи непонятные, и, в общем-то, ничего здесь у нас в этой квартире нет, просто тупо одна лампочка. В общем, ребят, в этой серии я предлагаю вместе с вами посмотреть и показать вам, заодно и самому полюбоваться, что из себя представляет здесь в этой игре тюнинг-квартира. Как я понимаю, это у нас может быть отправной точкой, мы сюда можем как телепортироваться, так и отсюда куда-нибудь по-быстрому телепортироваться, дабы не путешествовать на нашем замечательном грязненьком рейндж-ровере. Ну и заодно я прочитал ваши комментарии, и сегодня мы, наверное, с вами еще и приобретем новый автобус. Ну, попытаемся взять коротыша, и чтобы он у нас был подешевле. Ну, как мы любим. Все в лучших традициях. Итак, давайте, в общем-то, посмотрим, что здесь у нас можно поменять. В принципе, здесь у нас все подписано, можно это отключить для хардкорщиков. В общем-то, я не знаю, пол, но давайте посмотрим. Это журнальный столик. Так, изменить полы. Окей. You need locate carver stock to unlock this future. Окей. А, то есть нам, получается, надо открыть магазин для того, чтобы поменять пол. Офигеть. Вот это они за... А, то есть я теперь понимаю, для чего вот эти все магазины на картах. Ну, нифига себе. Обалдеть. Слушайте, да, действительно, нам, получается, надо открыть магазин для того, чтобы это все поменять. Вот это нифига себе. Серьезно? Да, ладно. Вот, я вообще этого не ожидал, парни, серьезно. То есть, получается, нам надо сейчас где-то на карте взять, поискать вот эти магазины, пооткрывать их. И, в общем-то, тогда мы только с вами сможем какой-то тюнинг, так называемый, делать наших апартаментов, нашей квартиры. Да, обалдеть вообще, что эти разработчики себе позволяют, парни. Ну, это просто писец. Я думал, не настолько все здесь заморочено, на самом деле. Но немцы не зря едят свой хлеб. Так, вы просили помыть рейндж-ровер. В общем-то, тоже в комментариях я это прочитал. Ну, ладно, ладно, помоем. В общем, друзья, у нас, как вы помните, сейчас полная свобода действий. Мы можем делать, что хотим. В принципе, можем нанимать уже новых сотрудников. Можем, в принципе, нанимать непосредственно, но кого? Правильно, механиков. Ну, и покупать автобусы даже через планшет. Давайте попробуем. Перейдем в закладку транспорт. У меня сейчас машинка стоит. Можно, в принципе, ее, наверное, убрать. По идее, как бы, чтобы ее назначить водителю. Вообще, почему бы нет? Нет, давайте-ка мы, наверное, попробуем назначить водителя. Вообще, посмотреть, может быть, кто у нас тут есть. Так, тут у нас прям одни драйвера идут. А вот механики появляются. Слушайте, неплохо, неплохо. Так, ну, я думаю, на механике тоже, в принципе, наверное, экономить не стоит. У нас бюджет, правда, 90 тысяч всего лишь. Хм, может быть, попробовать поискать все-таки транспорт, ребят? Что скажете? Я вот прям даже, если честно, не знаю. Я вот что-то как-то вот... Вот прям что-то как-то не знаю. Чем заняться и что делать? Серьезно. То есть, как-то я вот прям что-то... Блин, 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 блин. Ладно, давайте попробуем купить автобус с пробегом. Посмотрим, на что у нас хватит денег. Мы можем купить Lions Coach обычный. Но нам, по идее, нам же, получается, нужна... Он же обычный нам и нужен, потому что C, вот, да, вот он, получается, у нас здоровый. Как раз-таки можем мы его взять. Нам надо поменять масло. И нужно поменять ремешок. Ну, давайте посмотрим, какие там еще у нас есть, в общем-то. Может быть, еще что-то присутствует. Тут за 90 тысяч есть. У него состояние 70%. Он, получается, даже еще хуже. Но тут надо ремень поменять. По пробегу мы хорошо. Вот ремешок, как бы, тут уже переходил. Но стоит он 90, сука, тысяч. И у нас остается 968 евро. Ребята, это очень-очень плохо. Что бы сделать? Что бы сделать? Давайте попробуем, может быть, этот автобус наш продать. Если это можно сделать. Но мы тогда заработаем сороковник. То есть, даже если я его сейчас продам, мне в любом случае, как бы, ну, просто-напросто не хватит. Даже на... К сожалению, да. Мне даже не хватит, скорее всего, на еще один бэушник. Но хотя... Хотя бы какие-то деньги останутся. Слушайте, ну я это правда не знаю. Ну давайте возьмем за 80. Поменяем ему масло. Тогда ладно, ничего страшного. Он у нас 3 дня будет в пути. Поэтому, как бы, у нас время есть. Отлично. 3 дня у нас для того, чтобы насладиться этой замечательной игрой. Ну и давайте попробуем куда-нибудь доехать. В общем-то, в принципе, хотя здесь можно взять, в принципе, быстро телепортироваться. Без каких-либо проблем. Давайте прямо сюда в офис. Чтобы не терять время. Чтобы опять по темным, одним и тем же дорогам не ездить. Просто-напросто сейчас сделаем быстрое перемещение. Благо, игра нам это позволяет. Слушайте, ну так вот, блин, прикольно, конечно, все вот это они реализовали. Ну что в фермбасе они такого не делают, а? Вот что они в фермбасе такого не мутят? Это было бы, согласитесь, очень здорово. Кстати, мне надо тоже автобус помыть. Он у меня грязный, прям реально. Рейнджик подождет. Это как бы рабочая тачка. Ребят, давайте помоем автобус. Давайте вообще для начала наймем тогда механика. Раз уж у нас остались деньги. У нас осталось 10 тысяч. Давайте попробуем нанять. Может, какого-то, не знаю, самого простого. Вот 10 звездочек, допустим, есть. 9, 20, 13. Вот, 5 звезд. Он просит 1050 евро. Давайте 1100, может быть, ему дадим. Не знаю. Он почему-то не хочет брать эти деньги. Так. 1100. Ну ладно, окей. Окей. Он приступит к работе завтра. Так. Ну и, в принципе, все тогда. И мы, может быть, даже сделаем ТО автобусу. Но, по-любому, его перед ТО надо помыть. А вообще надо поспать. То есть, у нас получается 8 вечера уже, как бы, по идее. И нам бы с вами надо по-хорошему немножечко отдохнуть. У нас воскресенье как раз завтра. Вообще отлично. Прям вот банный день. Воскресенье банный день для любого автомобиля. И сегодня мы займемся нашим замечательным мананчиком. Назовем его так. Белый мананчик. Прикольно, кстати. Он смотрится. Не знаю. Я уже вроде как-то к нему привык. Но все равно. Каждый раз я удивляюсь с этого автобуса. О. Застучал. Заколотил руль. Все нормально. Ха-ха. Маножил. Так. У нас, кстати, в аэропорту. В том ненавистном, да. За которого вы меня просто-напросто прокляли. Что я там неправильно проезжал. Ребята, извините. Я ехал в первый раз там. Реально. Был затуп, конечно, жесткий. Но ничего страшного. Я обещаю, что научусь. Так. Ну выезжаем. Выезжаем. Аккуратненько. Аккуратненько. Без каких-либо проблем. Все хорошо. У нас сегодня сервисное чисто обслуживание. Такая сервисная серия у нас получается. Такие типичные рабочие будни. Начальника автобазы. Воскресенье. Все отдыхают. Приехал на базу. Взял такой автобус. Думаю. Ай, поеду я на мочку. На разгоняю. Как бы нормально. Максимально. Так. Я, конечно, не проеду, дружище. Ты побыстрее бы как-то можно... А, ты меня пропускаешь даже. Ничего себе. Потому что я просто-напросто в этот поворот не влезу. Без использования встречной полосы. Аккуратно. Автобус-то у меня здоровый. Поэтому нужно как бы быть несколько аккуратным. Так. На кольце у нас никого нету. Спокойненько мы все это дело проезжаем. Уходим направо. Отлично. Не знаю. Пытался разбираться с управлением, ребят. Чувствительность там, мертвые зоны и так далее. То есть, ну, все равно не удалось мне победить вот эту вот пустую просто мертвую зону. Не знаю. Может, я как-то там смотрел. Хотя, вроде бы, реально все настройки управления я перекопал, перекрутил ползунки. Ползунки все туда-сюда попередвигал. Не знаю. Ничего мне не получилось. Может, напишите в комментариях. Те, кто играет. Либо как-то фернбасик, кто с этой проблемой удачно, в общем-то, отвоевал. Напишите, как правильно называется. И куда там конкретно надо заходить. Потому что и в основном управление я смотрел. И конкретно по машине, по автобусу. То есть, все это проверялось. Хрен знает. Все ползунки в максимум выкручивал. Да, там что-то менялось. Но вот эта пустая мертвая зона посередине, она не пропадала. Она реально очень бесит. Вот, прям реально очень бесит. Так, опять у нас начинаются эти злосчастные долбаны. Как он мне бомбит от этого места вообще. Так, ну бас у нас получается. Вот он направо пошел. Вот, вот теперь нам, по идее, как бы надо сюда. Вообще, как бы, в ворота мы, естественно, не заедем. Нам надо будет налево. Вообще, было бы прикольно северусную зону какую-нибудь там сделать. Почему бы нет? Хотя... Хотя, может, какие-то чартерные рейсы откроются. Аэропортик. Окей. Едем потихонечку. Здрасте, здрасте. Мы на моечку едем. До свидания. Хотелось бы, конечно, побольше разнообразия автобусов. Вот, хотя бы в том же Фернбасе, в принципе, все это есть. Есть интересные автобусы. И маленькие, и большие, и одноэтажные, и двухэтажные. Тут, конечно, такого бы тоже хотелось очень сильно. Так, здесь мы, как я понимаю, выходим, наверное, налево, да? Да, выходим налево на трассу. В общем-то, странный опять какой-то разворот. Почему бы им просто не сделать, не знаю, с заездом какой-нибудь? Либо перекресток, либо какое-то ответвление от перекрестка, чтобы мы просто выезжали с гаража, по какой-то там системе колец это все огибали, и, в общем-то, ну, не знаю, что-то они как-то странно над этим всем не работают. Тут бы, мне кажется, перекресток никому не помешал, да? То есть, просто взять там направо сверток какой-то сделать. Остановился там в случае чего, там на стопе на том же, да? Обязательная расстановка, чтобы у тебя была. Ну, и как бы, в принципе, все. Так, а что у нас, кстати, пасовое? У нас и солярочки мало. Слушайте, ребят, давайте, наверное, сразу попробуем заправиться. Здесь очень довольно-таки интересная система заправки, насколько я помню. Если она с фернбаса сохранилась. Так, я, наверное, не влезу сюда. Автобус большой. Давайте мы назад немножечко сдадим. Так. Тут прям надо выходить, по-моему, из автобуса, подходить к бензобаку, там откроется окошко для заправки. Я просто не помню, так это здесь или нет. Давайте попробуем. Что-то как-то я криво-косо встал, как всегда. Ну, и как? Блин, я реально не помню, как заправку осуществлять. Реально не помню, ребята. Просто не помню. А, надо было двигатель заглушить, окей. Так, в общем, здесь мы что выбираем? Сколько нам заправить? До заправка. А, ну, то есть мы не выбираем количество литров, которое мне надо. То есть здесь вот чисто только до полного. Это, конечно, хреново. Я бы все-таки сделал вот эту галочку-полосочку, как это было в тех же дальнобойщиках 2, к примеру, да? Где ты заезжаешь на заправку и просто выбираешь то количество топлива, которое тебе нужно. Ну, либо хотя бы как в ИТСе, там пока не остановится это все. Хотя, по-моему, можно вот так вот остановить. Все, я, то есть на 174 заправился. Окей. Я не заправился, да быть того не может. Нет. Ну, где-то с полбака, наверное. Ну, неплохо. Неплохо. Так, ну что, едем дальше. Мойка у нас где-то получается справа аж находится, поэтому нам по-любому надо будет... Давайте попробуем здесь посмотреть, чтобы мне лишний раз вокруг, если что, не ехать. Да, это у нас выезд с мойки, то есть вот они, ворота мойки, выездные. Это нам надо, получается... Ну, конечно, лучше надо было через заправку опять же вернуться. Давайте сделаем, ладно. Сделаем так, как положено. Хоть мы на этом острове пока что и новенькие, но я думаю, что со временем мы с вами научимся. Всему, 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 всему есть, так сказать, цена. В данном случае цена моего обучения это тупёж. Так. Ой-ой-ой-ой. Опять я этот поворот проезжаю в крайне. Конечно, неудобно они вот это всё сделали. Кажется, что тебе дальше надо повернуть, но в то же время как бы поворот-то у тебя вот он, ну ты практически, вот практически, практически ты уже попал, но нет. Заезд. Так, мойка. Кален Коуч. Какое громкое название. Чистый тренер, да? Так, ворота мойки распахнулись. Здесь прям влажненько так достаточно. Заезжаем. Автобус у нас не самый грязный, поэтому я думаю, что быстренько мы с вами добьёмся успеха. Так. Я ничего не нажимал, то есть мы реально просто сами остановились. У нас имеется три типа мойки. То есть первый тип это просто ополаскивание, как я понимаю, за 18 евро. Второй это с пенкой за 27 евро. И полная мойка это 43 евро. Ну, давайте возьмём за 43 евро. И посмотрим, наверное, ролик. Да, у нас ролик будет, но пропускать мы его не будем. Ни разу, кстати, не видел, как автобусы моют. Вот серьёзно. У меня это такая же загадка, как и пинцы голубей. Смотрите, вода на стелку. Обалдеть. Подборники можно включить? Интересно. Блин, ну нахера? Ай, вот Алёша. Блин, парни, простите. Я совершенно забыл, что если я сейчас на любую кнопку нажму, ролик скипнется. Блин, да что ж такое, а? Ладно, ничего страшного. Ну, в принципе, процесс мойки вам понятен. То есть, да, мы просто смотрим ролик, как нашу машинку полоскают, как она сохнет и так далее. Ну, давайте, пока мы далеко-то там не отъехали, сейчас мы проверим качество мойки местной. Посмотрим, как они тут нам намыли наш замечательный Мананчик. Слушайте, ну неплохо, неплохо. Всё, конечно же, чистенькое, беленькое, классненькое и прямо-таки вообще топчара просто. Итак, возвращаем. Ой, разорался. А чё орёшь-то? Ну, в самом-то деле, чё орёшь? Никуда мы и не уехали, ты уже кричишь. Так, теперь нам нужно будет вернуться обратно в офис, обратно в офис. Ну, согласитесь, вот здесь бы где-нибудь поворот не помешал, ну, правда. Вот это всё вокруг обижать, как бы, ну, нецелесообразно, как по мне. Да ты достал! Закрывай уже, поехали, орёшь! Нажал же на кнопку. Нет, он чё-то двери не закрыл. Эх! Мананчик. Ну, едем далее. Сейчас, короче, друзья, чё делаем? Возвращаемся в гараж. В принципе, механик уже должен был приступить к работе, потому что мы на день вперёд скипнулись. Ну, хотя, можно, в принципе, ещё на день промотаться. Типа, как бы, чтобы всё было там пореалистичнее, да, как вы пишете и так далее. То есть, как бы, сегодня же воскресенье. Ладно уж, я на себя там, да, как директор своего АТП взял на себя ответственность сам помыть свой же автобус. Ну, ладно, 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 подождём. Тогда поспим до завтра сейчас. Доедем сначала. Поспим до завтра. Ну, и тогда уже, наверное, загоним в ремзону. И во вторник, получается, придёт уже новый автобус. И его тогда уже поедем забирать в порт. И, наверное, сразу, может быть, я загоню его на ТО, скорее всего. Чтобы всё там, механик поменял, чтобы всё он сделал. Хотя, блин, там же надо контракты ещё на запчасти. Ой-ой-ой-ой-ой. Заключать. Ну, ничего страшного. Мы большие, нам можно. Там же по контрактам есть некоторые запчасти. То есть, не только мы их можем где-то покупать, но нам ещё их могут и поставлять. То есть, с этим, опять же, системой контрактов надо разобраться. Потому что, что-то как-то я в процессе видео не особое ей внимание уделил. А это, наверное, один из самых главных элементов в игре. То есть, заключение контрактов не только там на еду, снеки, водичку и так далее, но ещё и на, конечно же, поставку запчастей. Уже всё-таки это транспортное предприятие, как не так. Как не так. Фу, как никак. И да, нам надо будет запчасти. Ну, сейчас попробуем. Давайте сначала на рембазу, наверное, мы его загоним. Поставим, пусть он там стоит. Мало ли, дождик пойдёт, чтобы у нас не сильно грязным был. Чтобы механик уже завтра пришёл и совершенно спокойно машиной занимался. Так. Открываются у нас ворота. Не забываем, что у нас зеркало впереди торчит. Так. Отлично. Отлично. Так. Ну, я думаю, примерно вот так вот мы с вами встанем. На нейтралочку. Выключаем наши фарки замечательные. Открываем дверочки. И всё, друзья. Наш Мананчик наконец-таки скоро получит техническое обслуживание. На сегодня, в принципе, всё. Давайте мы вернёмся в офис. Где-нибудь там сейчас переночуем опять на принтере в обнимку с принтером. Так. Заказы это не то. Нам пока это не интересно. Да. На понедельник и во вторник у нас с вами приедет автобус. Вот прямо-таки вообще кайф. Кайф, кайф, кайф. Так. Отлично. Я надеюсь, что мой автобус в ремзоне. Потому что там вроде кто-то пытался на нём поездить. Сука. Он не в ремзоне. Блин, он его водила забрал. Ё-моё. А чё, я ему разве отдал машину, что ли? Хотя он не используется. Окей. Ну ладно. Он как-то вроде был в рейсе, то есть получается. Но в то же время что-то он раз и куда-то пропал. Так. Давайте попробуем посмотреть по контрактам. То есть что у нас тут имеется. Этот я, к сожалению, отменил по страховке. Убытка. Вот. Поставка запчастей. Но никаких контрактов здесь, как видите, у нас нет. Так что, видимо, как бы нам, значит, это и не надо. Так. Ну что. Открываем двери, друзья. Попробуем сейчас ещё раз заехать. Я думаю, механик наш уже замечательный по-любому на месте. Так. Передом будем заезжать или задом? Скилл свой проверим. Давайте задом попробуем. Я прям... Да ты достал! Я ещё никуда не поехал. Буквально два метра только вперёд продёрнул. Да даже меньше. И всё. И он сразу начинает пищать. Вот что значит немецкая система безопасности. Так. Аккуратненько. Всё у нас чин-чинарём. Заезжаем. Надо бы, конечно, площадочку здесь было раскатать. Чтобы можно было легко туда заезжать. Не, кажется, камера тащит. Реально удобная вещь. Прям вообще топчик. Оп. Отлично. Так. Полностью там. Полностью поднялся. И по камере спокойненько выравниваемся по зеркалу. Смотрим где, что, как. Тут уже будет слегка попонятнее, я думаю. Сильно близко-то не будем подъезжать. То есть, чтобы там у него, если что, место было. Так. Ну, в принципе, всё. F9, F10. Открываем двери на эти клавиши. Ну и как бы загоняем манчика туда снова к нам в гараж. Так. Надо было, по-моему, поменять масло и тормоза, если я не ошибаюсь. Сейчас попробуем что-нибудь сделать. Так. Компоненты. Repair. Повреждение кузова. А, я только, получается, внешний ремонт, индикатор, стеклоочиститель, повреждение кузова, замена масла, тормозные накладки. То есть, как бы, индикатор, индикатор, а что имеется в виду под индикатором, я не могу понять. Что имеется в виду под индикатором? Световые индикаторы. Да, они вроде бы все работали, не знаю. Повреждение кузова 95%, но, в принципе, на ходовые характеристики это не влияет. Поэтому, как бы, можно это, в принципе, и оставить. Я думаю, что никакого ущерба нам это не нанесет. Давайте поменяем тормоза, поменяем масло и поменяем стеклоочистители. Ну и, ладно, световые приборы. На 700 евро у нас будет ремонт. В 13.06 он закончит, в 17.30. Хорошо, я вас понял. А, время у нас автоматом, что ли, проматывается пока, как я понимаю, или нет? Ох ты, ничего себе, у нас автобус, считайте, практически 6 дней будет стоять на ремонте. Да ладно, либо я что-то не то прочитал опять, либо я какой-то дебил. 13-го, или какое там число-то было, я чуть не помню. Прочитал и забыл, реально, память 3 секунды, как у рыбки. Так, возвращаемся обратно. Да, 13-го числа будет автобус готов. Ну, ничего страшного, мы, в принципе, можем сейчас... Водитель вашей компании нуждается в транспорте для выполнения заказа. Хотите ли вы вернуть свой транспорт? Нет. Интересно, на чем он ездит? То есть, потому что он у меня как бы... Ну, он как бы... Чтобы вы понимали... Ой, у нас еще и водила заболел, да? Ну, нахрен. Да он и так не работал, да и я сам с соплями, ладно. Автобус наш делается, поэтому мы заходить, наверное, пока туда не будем. Давайте на этом рейндж-ровере прокатимся. Это у нас эвакуа... А, это... А, вот оно что. Понятно. Все, это типа эвакуатора. Так, запускаемся. Поехали за новым автобусом, пацаны. Сейчас мы нового манянчика сюда пригоним. Так, да у нас, получается, этот уже завтра выходит из рейса. О, из ремонта. Его я просто сразу сажу водить. А, водитель у нас заболел, наверное, поэтому придется нам самим поработать. Но я думаю, это уже будет в следующей серии. Будем подменять водителя. Слушайте, ну прикольно, на самом деле. Вот они замутили. Вот эти все... Конечно, это наверняка, я уверен, что не случайное событие, да? Что водитель заболел. Это прям вот прогнозируемая вещь была, по-любому. Поэтому, как бы... Ну, все равно это интересно. Согласитесь, это очень интересно, когда у тебя происходят вот такие нештатные ситуации, типа, болезни водителя и так далее. То есть, нас вот заставляют вносить коррективы. То есть, это не просто, там, ты взял, купил себе автобусов, целый парк там, да? Просто нанял себе водил и все. И делай, как говорится, и что хочешь. Ну, а скорее всего, ничего не делай. Просто сиди и плюй в потолок. Нет, ребята, тут надо следить за техническим состоянием автобуса, за состоянием водителей. Все по расписанию должно быть у вас. Это не так уж и просто. Так, сюда. Походим направо. Мне кажется, если этого рейндж-ровера помоем, все равно на окнах вот эти разводы останутся. Что мне так кажется. Валит, конечно, дурнина. 120 идем, пацаны. ФП садится жестко. Вроде ничего, ничего, ничего. Раз на пятнашке дропнется. Странно? Очень странно. Пуэрто-дель-Росарио. Пуэртосарио. Так, нам тут направо надо будет в порт. Магазинчик у нас там наверху. Ну, вот смотрите, да, он не открывается. То есть нам надо прям реально туда сходить, подняться. И тогда магазин откроется. Круто. Очень круто. Так, тут, тут, тут направо. Блин, как же меня раздражает вот эта хрень, когда ты газ отпускаешь, у тебя машина сама останавливается. То есть тебе даже тормоз не надо нажимать. Она просто тормозит сама. Мне это очень бесит. И это никак не пофиксить. В общем, обида. Сейчас знакомыми, блин, тропами выезжаем. Ну, вот опять он встал. Даже на спуске просто отпускаешь газ, она сама тормозит. Вот, отпустил газ. У него накат есть, конечно, да, но он не такой, как хотелось бы. То есть, ну, с 40, с 60, вряд ли машина так быстро сама остановится. Еще освещение странное. Вот, вроде, прям на асфальт лупит, а такое чувство, будто ты по какой-то пустой текстуре едешь. Так, ну что, где-то здесь наш автобус. Давайте мы так нагло переберемся. Где-то здесь, где-то здесь. Вот он, наш манчик стоит, маленький, красавчик. Сейчас мы его с вами досмотрим. Как он там у нас. Как он выглядит. Ну, в принципе, то же самое, что и было раньше. Дверка открывается, неплохо. Уже неплохо. Так, что по ящичкам? Героина нам там не наложили, случайно? А то эти могут. Так, в салоне нелегалов никаких нету. Никакого нелегального груза тоже вроде как нету. Поэтому все хорошо. Так, ящички пустые. Все хорошо. Ну-ка, трюк получится. А, зараза. Вот в фирмбассе это работало. То есть, вот когда дверь у тебя как бы вот так. Ты раз. И забегаешь в салон. Да, отлично. Так, по салону то же самое. То есть, в принципе, здесь у нас нового абсолютно ничего нет. Пробег у нас не учитывается почему-то. Хотя у нас автобус бэушный. Вот это тоже для меня странностью остается. Почему нельзя сделать пробег, чтобы показывало. Ну, как бы такое. Так, друзья. Ну что, автобус мы с вами забрали. Остается нам теперь только что вернуться обратно в наш автопарк. Ну и заодно проведем такой вот небольшой тест-драйв. Так, ну погнали что ли. Что, по коробке-то-то я там включил, что-то так и не помню. Два или три раза нажал. Ой-ой-ой-ой. Как же жестко пробивает подвеску-то. На рейнже я мягче прошел. Ну вот сейчас заодно мы с вами и оценим маневренность этого автобуса. Не, ну в повороты входить проще. То есть, я чувствую, что у меня база короткая. Давайте попробуем даже у него немножко может обогнать. Я чувствую, что у меня база короче. И вот прям реально он как-то... Ну, по физике, конечно, управление не поменяется. Потому что это остается все равно один и тот же прямоугольник на колесах здоровый. Но чувствуется то, что он стал короче. Сейчас попробуем вот этот подъем взять. Что из этого выйдет. Ой, ну все равно. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Знак сшиб. На скорости лучше не заходить, ребята. Ничего не получится. Такс. На скорости лучше по-прежнему не заходить. Лучше малыми ходами, тихим ходом, не спеша. Чтобы все было хорошо. Так, тут уходим налево. Тормози, да. С тормозами надо определенно тут поработать. Что-то все прям очень плохо. Все очень плохо с тормозилками тут у него. С фпсом в игре тоже все плохо. Не, ну странно. Почему пробег-то не отображается? То есть пишет реально ноль. Вот сейчас у нас там что-то вроде поменялось. Но меняется, то есть тот пробег, который я на нем прохожу. А не тот, с которым он пришел. Вряд ли я думаю, что автобус там за 90 тысяч. Он будет с нулевым пробегом. Либо скрутили, суки. Ой, там его вообще прет. А, ну он высчитывает. То есть, ну правильно, правильно, правильно. Все хорошо. Странно, что еще солярку в баке оставляют. Благо тут нам никакие кольца не нужны, чтобы в город попасть. Ну почти. Солярки, кстати, полбака. Блин, 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 тормози. Не, что-то с тормозами не то. Надо определенно его загонять. Если тот хоть как-то еще останавливался, этот автобус вообще просто ни в какую не хочет. Шумит очень сильно руль, друзья. Извиняюсь, если по ушам вам слишком режет. Но ничего сделать не могу. Так. Ну вот и все, ребятки. Вот и все. Итак, друзья. Давайте, наверное, мы сегодня подведем итог серии. Мне кажется, она крайне продуктивная и крайне интересная получилась. Купили мы сегодня с вами, как видите, еще один автобус-коротыш. В общем-то, будем разбираться с водителем. Будем разбираться, опять же, с механиком. Я думаю, что у нас, в принципе, с тем автобусом никаких проблем не возникнет. Он у нас завтра уже, в принципе, выходит из технического обслуживания. И можно будет на нем выполнять рейсы. Подменять нашего больного водителя, который, ну, видимо, простудился. Либо что-то там с ним случилось. Надеюсь, ничего серьезного. И будем его подменять. И будем дальше, собственно говоря, проходить эту замечательную игрушку. Турист Бас Симулятор. Друзья, спасибо вам всем огромное за то, что смотрите. За то, что поддерживаете. За то, что ставите лайки и подписывайтесь на канал. Все, друзья. На этом все. Пока-пока. Увидимся.